Большое спасибо за то, что Вы нас провели по клинике, рассказали так подробно о всех аппаратах и методах лечения. Сейчас бы хотелось поговорить о бизнес-модели Вашей. Я так понимаю, что Вы хотите сделать обучающую программу, которая будет проходить здесь. Расскажите нам уже. Сейчас наша клиника находится в стадии приапрувала в Private Career College. Мы пытаемся организовать короткие и дипломные курсы, то есть сертификат курсы и дипломные курсы по медицинской косметологии, обучение массажу, боди-терапии, боди-контуринг и также для медикал-практишнерс мы будем организовать короткие курсы по основе ботоксом и филером. То есть обучению. Но это только будет для медикал-практишнерс, кто квалифай на эти программы. И как долго она будет длиться? Смотрите, все курсы будут зависеть от того, какой бэграунд у людей. То есть если приходят девушки или юноши, у которых уже есть какое-то начальное образование в медицинской косметологии, тогда они могут взять короткие ускоренные курсы, например, по микродермабрежен, по лейзерной терапии или какие-то, ну такие уже, которые в дополнение к бэйс идут. Ну и также с нуля. Могут прийти студенты, которые с нуля хотят выучить эту специальность и, пожалуйста, они могут сделать это в нашей клинике. Скажите, пожалуйста, вот сейчас я посмотрел целый ряд самых, что у нас есть современных и очень впечатляющих аппаратов. Что уникально для вашей клиники, что редко сейчас встречается из того, что мы видели? Из того, что вы видели, я думаю, наверное, я выберу одно, что точно редко встречается, это плазмотерапия геля. То есть все в основном работают как PRP фейслифт или вампайр фейслифт его называют. Это предоставляют услуги такие многие клиники, но вот именно замена гиалуроновой кислоты филлеров, потому что многие клиенты не хотят ничего инородного. А это наш собственный материал, если нет никаких противопоказаний заболеваний крови, то это прекрасная возможность для того, чтобы за меньшие растраты сделать тот же самый, как говорится, результат, что предлагает гиалуроновая кислота. И плазма будет действовать таким же образом? Плазма действует прекрасно, омолаживая кожу, но стоит она меньше по продолжительности. И как часто надо обновать такие процедуры? Два раза в год примерно. И сколько стоит, как кажется? Процедура по плазмогелю, где мы предлагаем клиенту 5 филлеров, то есть 5 шприцов, стоит 500 долларов. И этих 5 шприцов достаточно для коррекции чего-то? 5 шприцов обычно достаточно, чтобы скорректировать зону в области глаз, носогубных складок, поднять щеки, впавшие, например, в temple area, то есть это височная эре или овал лица. То есть это довольно-таки много объем препарата, для того, чтобы скорректировать полный объем лица. А кто, по сути, делает забор крови? У вас есть флеботомист или кто это делает? Да, у нас есть девочки, которые приходят, и также Муна, Муновара, которая врач-дерматолог с образованием, да, она также прекрасно делает забор крови. И наш медикал-директор, который с нами сотрудничает, это Сара Ахмет, да, мы являемся ее подопечными, она у нас в клинике наша, как говорится, контролирует весь процесс и дает нам право это делать. Муна, и сколько времени занимает приготовление плазма геля? Ну, с момента забора крови и до полного приготовления плазма геля в основном занимает от 30-40 минут. В это время мы пациента кладем под анестезию для того, чтобы немножко заморозить лицо, чтобы процедура прошла комфортно. Каким анестетикам вы пользуетесь? Эбло, обычно Эмло 5%, а Эмло... Это лидокалина, снова лидокалина, да, местная, как бы... Я так понимаю, что первая встреча у вас как-то, видимо, вы планируете, какие процедуры следует сделать? Кто ее проводит, кто эту встречу проводит? Консультация первичная для клиентов, для наших, бесплатная абсолютно, то есть они могут прийти, получить перечень услуг, которые мы предлагаем, которые предлагаем именно под его тип лица, позже и так далее, все его лечение, это абсолютно бесплатно. И потом, в последующие, если он решается, в этот же день мы можем провести процедуру или назначаем какой-то момент. Как бы это длится от 30 до, порой до часа, то есть в зависимости, как мы выбираем процедуру. Ну, вот, если говорить о сравнении ботокса и филера, да, что предпочтительнее, когда следует одно, когда другое? Хороший вопрос, часто его задают и часто его путают, особенно мужчины, которые не хотят, чтобы женщина, например, колола губы, и у них есть стереотип, что в губы колят ботокс. Вот есть такое устойчивое мнение, почему-то все как-то вот мужья, немножко категорично. Нет, вы сказали просто район глаз. Да. Есть разные, как бы, типы того, чего можно и чего нельзя, да. Ботокс колется только в мышцу, в активную мышцу для… Ну, вот в районе глаз. В районе области глаз гусиных лапок. А у нас есть глазик, делится еще и на подглазничный, то есть теортрон называется на английском. Это эре, когда западают впадины с годами, к сожалению. Мы их называем холодность, да, как бы дыры, темные пятна. Это не гусиные лапки, это другая, как говорится, область. Ее тогда нужно заполнить только либо гиалуроновой кислотой, либо, вот, как мы говорили, PRP-гелем. Глазм. Да, классная. Глазм. Есть такие, которые нечувствительны в ботокс-терапии? Есть, да. Есть, наверное, я вам скажу, где-то 3% людей, которые нечувствительны, у которых, к сожалению или к счастью, очень сильный метаболизм. Например, есть даже в нашей клинике такой один участник, так сказать, наш специалист, на котором ботокс абсолютно не работает. Это мужчина. Есть, да, редко встречаются, но есть. И какая-то альтернатива? Альтернатива – мезотерапия. И мезотерапия с применением препаратов, которые похожи на ботокс. Например, аргелин. Есть такой препарат, который миорелаксирует тоже вот эту мышцу и, ну, делает немножко похожую, как говорится, картину рисует. Немножко сглаживает. Сглаживает морщин. Ну, и переходя к вопросу с лазером. У лазера, Вы сказали, действия есть, это в основном по удалению волос. Да. Но есть и другие терапевтические, как бы, эффекты от лазера. Правильно? Фотоомоложение. Да. Да. Фотоомоложение. Фотоомоложение, как бы, разглаживание и сужение пор. А когда поры сужаются, это, соответственно, уже происходит немножечко лифтинг. Да, как бы лицо чувствуется немножечко натянутым. Да, и когда человек без пигментных пятен, мы говорим, например, о женщине, она все равно выглядит моложе, чем когда есть эйдж-спад, есть вот эти вот мелазма, послеродовые какие-то пятна остаются. Они никого не красят, и, соответственно, мы пытаемся это скорректировать, делая лицо моложе. Ну, а что нам делать с двойными подбородками? Как Вы боретесь с этой шеей? Да, да, для двойного подбородка мы предлагаем. Вот я, допустим, бородой борюсь. Да? Вот вам повезло, потому что Вы мужчина. А для женщины мы предлагаем корректировать двойной подбородок с помощью мезотерапистических коктейлей, которые называются липолитики, которые сжигают жир, и при сжигании жира подхожая жировая клетчатка становится меньше, подтягиваются ткани, и тем самым идет такое натяжение. Ну, если, конечно, приходят пациенты с очень большим подбородком, мы, конечно, им рекомендуем обратиться к пластическому хирургу. Ну, а дряблая шея тоже? Дряблая шея тоже. Хорошо корректируется мезотерапистическими коктейлями. Или же RF-лифтинг, радиочастотный препарат. Да, у нас есть Винус Фриз. Я видел. Да. Этот аппарат на радиочастотных волнах работает, и сокращается коллаген, коллагеновые волокна. Идет лифтинг тоже, и сглаживание немножечко, конечно, жировой клетчатки. Мы не говорим, что это полностью убирается, но вовремя зафиксировано может сработать хорошо. Ну, и давайте посмотрим Ваши успехи. Вы мне вначале показывали фотографии. Хотите показать мне? Фотографии наших клиентов работ? Да. Мы можем показать? Да, конечно. Оленька, можешь нам принести? Вообще, можно было бы сделать что-то типа такой брошюры или альбома? Надо будет сделать или выставить на веб-сайте. Муна еще, наверное, не упомянула, что мы работаем еще с уникальными филлерами, как Беллофил. Да, мы недавно их приобрели. Это тоже было наше вложение в наш бизнес. Это филлер, который стоит 5 лет. То есть это тоже, я Вам скажу, что просто немногие клиники пользуются этим, потому что это, в принципе, финансово невыгодно. То есть клиент невозвратный в течение 5 лет, потому что гиалуроновую кислоту надо повторять. Клиенты должны прийти как минимум 2 раза в году или хотя бы раз в год. Вот. Мы тоже начали работать с этим препаратом. У нас прекрасные результаты, которые мы хотим Вам показать. Давайте покажем на камеру, что мы здесь видим. Значит, здесь мы видим увеличение губ, но здесь идет на основе гиалуронной кислоты. То есть здесь идет коррекция увеличения губ и коррекция асимметрии. Здесь у женщины была небольшая асимметрия. Мы ее скорректируем с помощью этого геля на основе гиалуронной кислоты. Это обычный H.A. филер на основе гиалуронной кислоты. Немножко более вертикально ставьте. Следующий снимок. Женщина. Здесь было поставлено 5 шприцов. То есть скорректируем полностью. Овал. Весь, все лицо. Овал лица. Также подглазничная область. Щечная область. Носогубные складки даже поднялись от этого. Причем носогубные складки мы не корректировали. И зона височной области. Это Беллафил. Это Беллафил. Давайте посмотрим дальше. Дальше. Гиалуроновая кислота. Здесь также гиалуроновая кислота. Как наши женщины любят. Как принять решение? Плазма или... Хотели еще заметить, что плазма гель, плазма лифтинг для губ не рекомендуются. Так же как и Беллафил, только гиалуроновая кислота. Здесь был поставлен ячей, обычный филер. Здесь также был скорректирован все лицо с помощью пяти шприцов филера Беллафил. Также скорректирована зона подглазничной области, носогубных складок, щечной области и овала лица. Вот. И видите, вы видите, какую большая разница. Сразу в день процедуры. Это сразу после процедуры. А вот. Еще что-то? А, вот. Да. Скажите, какие существуют риски от этих процедур? Что самое худшее бывает? Хотела бы заметить еще, что мы работаем только с сертифицированными продуктами, проверенными FDA, которые approve на маркете. Это сразу надо сказать. Работаем по специальным протоколам медицинским с учетом всех особенностей, чтобы свести риск к минимуму. Какие возможны? Естественно, гематомки синяки. Это как бы здесь может быть до трех дней. Мы предлагаем обязательно постпроцедурные кремы, которые на основе арники или стемселл стволовых клеток, которые быстрее рассасывают вот эти вот последствия. Ну, в общем-то, это вот самые неприятности, которые могут быть. Да вот если вам привезти тинейджера, вы можете его избавить от акне? Ну, мы можем посмотреть, постараться сделать все возможное. Гарантировать, конечно, очень сложно. Но улучшить хотя бы. Улучшить обязательно, да. Также мы применяем антибиотики в нашей терапии, мезотерапевтические антибиотики, которые мы подкалываем в очаг болезни. Тоже возможно. И меньше повреждения у кожи остается. Конечно, не нужно. Да, да, не надо запускать, потому что каждое акне, каждый прыщик потом ведет за собой последствия в виде рубца или пигментного пятна. Поэтому надо обращаться в обоих. А если уже есть эти рубцы, что вы делаете? С рубцами боремся тоже. Есть замечательная процедура, как микронидринг. Я не знаю, говорили вы уже до этого помоему. Да, микронидринг – это специальный препарат, основанный на акупунктурных иголочках, которые имеют серебряные наконечники. И они очень-очень точно и быстро травмируют поверхность кожи. То есть образовывают в них микрочаннелс, микроканалицы такие. Что это происходит? Это происходит стимуляция коллагена огромная, потому что мы прокалываем практически все лицо. То же самое, как, простите за сравнение, пинок под зад, когда начинают запускаться какие-то процессы, как у человека, так и у нашей кожи. Какие процессы выпускаются? Регенеративные. Да, регенерация. То есть идет регенерация активная, сужение поверхностного покрова кожи, что сводит к минимуму рубец. А лазер не применяется? Лазерные терапии тоже применяются. Есть различные лазерные терапии в борьбе с пигментными пятнами и с рубцами. Это не тот же аппарат, что мы видим? Нет, это не тот же аппарат, он аппарат, основанный на световой терапии, он выводит пигментные пятна, омолаживает лицо, но не борется с рубцами. А у вас есть тот, который борется с рубцами? Который борется с рубцами, это фракционный лазер, мы в данном случае находимся опять-таки в стадии разработки, надеемся, в следующем году у нас будет этот лазер обязательно. Ну вот по оснащенности, мне кажется, это одна из наиболее оснащенных клиник в районе. Ну я не знаю, да, надеюсь, мы стараемся и улучшаем, делаем все самое лучшее. Как бы, понятное дело, совершенства нет предела, но рады для того, что мы можем предложить такой большой перечный слух нашим клиентам. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.